Сегодня мы поговорим о ситуации вокруг Северной Кореи. Господин Трамп решил показать, кто на планете хозяин. Однако с высокой вероятностью ничего не изменится. И Северная Корея будет жить так же, как жила раньше. На самом деле Северная и Южная Корея это очень грустная история. Разделенная нация в чем-то ситуация похожа на ГДР и ФРГ. Только, конечно, в отношении ГДР Союз мог сделать все, что хотел. И разница между коммунизмом и капитализмом в Германии была совершенно другой. ВВП на душу населения в Южной Корее более 25 тысяч долларов. В Северной Корее 655 долларов. Цифра, конечно, впечатляет. Коммунизм, доведенный до абсолюта. С нашей точки зрения, три ключевых игрока – Россия, Китай, Соединенные Штаты – должны решить данный вопрос. Объединение двух Корей давно назрело. Естественно, Объединенная Корея должна быть буржуазной. Ясно, что в отношении двух корейских государств капитализм и невидимая рука рынка абсолютно доказали свое превосходство над коммунизмом. Объединенная Корея должна стать нейтральной страной. Не должно быть никаких иностранных военных баз. Думаю, что Владимир Путин и господин Лавров смогут договориться с американцами лучше, чем Михаил Горбачев и его соратники. Как можно изменить ситуацию в Северной Корее? Мы хорошо помним, что лидеры талибов, окружение Саддама Хусейна не смогли остаться равнодушными перед зелеными бумажками с портретами мертвых американских президентов. Доллар в современном мире по-прежнему решает, если не все, то почти все. Господин Трамп сделал плохой выбор. Гонять авианосцы очень дорого. Ну и непонятно на самом деле, что они могут сделать против ядерной державы. А вот печатать доллары очень дешево, а эффект будет просто разительный. В принципе, совершить буржуазную революцию в Северной Корее не так сложно для рыцарей плаща и кинжала из России, Китая и Соединенных Штатов. Главное только, чтобы экономические интересы России в объединенной Корее были на первом месте. Прежде всего, конечно, это рынок сбыта, это наши энергоносители и оборонка. Об этом и с китайцами, и с американцами надо, конечно, будет договариваться на берегу. Продолжение следует...